Привет, друзья, и привет всем, кто меня смотрит. Это видео я решила записать в виде влога «Неделя со мной», где я хочу поделиться кусочком своей жизни с вами, то есть что будет происходить за эту неделю. Эта неделя обещает быть насыщенная, и я хочу с вами поделиться, рассказать, показать, что со мной будет происходить. Это у меня такой первый влог, скажем так, полноценный будет. И, если честно, я очень волнуюсь. Возможно, это будет кому-то интересно, а кому-то нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях после просмотра этого видео, как вам формат такого вот видеовлога «Неделя со мной». Для тех, кто меня не знает, меня зовут Оксана Кучанёва. Я художник-самоучка, пишу картины в разных техниках, в разных стилях. Портреты, пейзажи, живопись, разная. Поэтому мастихином, кистями, пальцами, маслом, акрилом, короче, в этом всём я развиваюсь, обучаюсь всему новому. У меня это очень интересно. Я такой себе доморощенный художник, скажем так. Мне было очень важно, насколько то, что я делаю, это людям нравится. Также на этой неделе должна состояться встреча, очень важная для меня. В больнице я познакомилась с женщинами, с соседками по палате. Очень классно, очень замечательно. Я очень рада, что именно они были моими соседками. И так с одной женщиной Евгенией разговаривались, разобщались. Она увидела мои картины, и у неё дочка занимается продвижением, пиаром. Ей это всё интересно. И мы должны встретиться, обсудить дальнейшее моё творчество. Я как художник хотелось бы где-то выставлять свои картины на выставках, галереи. Как-то это всё. Но у меня нет времени на это. Я либо должна писать картины, создавать красоту, либо заниматься конкретно самопиаром. Наша встреча будет заключаться в том, чтобы обговорить наши дальнейшие действия. А ещё на этой неделе я планирую изменить немного свой образ. То есть поменять прическу. Потому что вот этот мышиный кресиный хвостик ни о чём. Хочется его убрать и вместе с ним состричь. Просто вот так вот коротко-коротко. И вместе с ним просто состричь все беды, все негоразды, болезнь, чтобы она ушла. В течение года этого, что был, я уже начала какие-то там изменения в себе делать. Например, у меня появились брови наконец-то. А так у меня не было бровей, а лицо круглое. Я была похожа на луну. И тут глазёнки, как две чёрные точечки. Такая луна и две точечки. Или вообще как поросёнок. И с такими маленькими глазками. А теперь у меня есть брови. И я хоть и похожа там как бы на человека с бровями. И хочу как бы продолжить изменения. Возможно, это будет кардинальное что-то новое. Обязательно я вам это покажу. Велком в мой мир. И приятного вам просмотра. Дошли до машины. Пока дошли до автостоянки, всё запыхалось. Очень пришло долго идти. То, что идти 2-3 минуты, шли минут 15. У меня замечательный образ. Поездка к врачу. Всё как положено. Юбка, кардиган, кроссовки. А как же нынче одеваться? Вы понимали, как я выгляжу? Вот мой лук. Цыганка. Газа. Чесара. Такая цыганская юбчонка. Кроссовки. Ну и кардиган. Как-то прохладно. И вот она я. Вот такая поехала к врачам. Но зато спрятаны все кульки. Тын-тын. Ой. Вот. Хоть бы выше юбку не забрать. А сегодня у меня день преображения. Вот мои волосики. Такой они длинные. Такие вот они ломкие, ужасные, страшненькие. Как моё прошлое, да. Вот. Такая я. Запомнили, да? Теперь надо это всё убирать. Как-то и жалко расстаться. Расстаться. Но это волосы. Они отрастут. Правильно? Ну что? Будем преображаться. А-а-а-а. Ой. Ничего не получилось. Надо ещё раз. Ну. Поехали. Делаем хвостик. Берём ножницы. Может, что и делаем? Всё. Отрезаем. Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Напишите, кто-то так и делал когда-то. Ну что? Поехали. Там всё. Отрезаем всё прошлое. Всё плохое прошлое. Всё болезнь. Вот оно чё. Блин. Так жалко. Капец. Вот тут мой маленький хвостик. Он такой худенький, истощённый. Ну что это? Алло. Может, оставить себе паричок сделать? Так, всё. С этим хвостом отрезало все неприятности, все беды, болезни. Всё. Этого уходит в прошлое. Захрыпло. Давайте посмотрим, что получилось. Так, тут немного длиннее даже получилось. А, этот короче, боже. Теперь посмотрим, что парикмахер из этого сделает. Крейзи. Субтитры создал DimaTorzok Та-дам! Ну что, как вам? Довольно-таки неплохо, мне нравится, я вышла с чёрных волос и так посвежее будет, посимпатичнее. Я думала даже постричься немного короче, но получилось такой вот коры за ушки можно заложить. Вот чёлочка наискосок. Можно их так вот сделать. Можно подкрутить ещё. Вот такой вот теперь у меня образ. Похожу месяц с таким. А там посмотрим, может действительно ещё короче, захочу постричься. Под разным освещением он по-разному как-то смотрится, переливается, и другой цвет волос, кажется. Так, очень миленько, очень живенько. Но я довольна. Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Колдовали над моей прической, над моими волосами очень долго. С трёх часов до девяти. Вы понимали, мне же надо было выйти из чёрного цвета. То есть это их обесветить сначала надо. Прядями под фольгу там всё щепетильно так всё делалось. Волоски мои выбирались. Я думала, что у меня, ну, как бы, редкие волосы, и что это очень займёт мало времени, что это произойдёт очень быстро. Но нет. Даже на мою густоту волос заняло столько времени. Похожу с каре, значит, с такой прической. Если мне будет нравиться так, я так и оставлю. Но, может быть, я и подстригусь ещё короче. Например, как было у меня где-то в пятнадцатом году. Там я, правда, чёрненькая была. Я фотки где-то здесь выставлю. Какая у меня была тогда прическа. Вот и подскажете мне, стоит ли мне стрижься именно под такую прическу или оставить так. Такая красотень. Милашка. 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 Мышиный хвостик я состригла. А теперь иду отдаваться в руки мастера. Даже не знаю, что получится из этого всего. Такая вот красотка приехала. Малый орбит. Ооо. Да. К항. Причём мои. Субтитры сделал DimaTorzok Интересная женщина получилась Доброе утро всем следующего дня Сейчас почти 8 утра На улице светло А в квартире вот так вот темно Вот такая вот темнота у нас На улице светло А у нас темно Аж хрущевка И на улице огромные деревья Которые закрывают полностью небо И получается, что Целыми днями у нас горит свет Буду вставать Пить лекарства Сделаю кофе Бесмачком Так Утро начинается с того, что я принимаю таблеточки Сначала для желудка Вот такие Nexium А потом антибиотики Левофлоксацин Nexium Это когда пьете антибиотики То обязательно перед этим нужно Что-то пить А-ля Амес какой-то Да Вот Но в этот раз мне сказали Пить Nexium И он намного лучше помогает мне Чем Амес Амес был вообще ни о чем Желудок как болел Так и оставался болеть А с этим я переношу антибиотики Намного лучше Ну а потом В течение дня я Пропиваю йогурт Или Вот мне нравятся таблетки Тоже посоветовал Гинеколог Он для женщин Божий Пробиоз Очень хороший Она встает У того голодный год Да, Лёлик? Да, Лёлик? Красивый О-о-о Вот она Порода Вот это Пару раз погладил И все Начинает кусаться Не любит, чтобы его Долго гладили Ах ты, мол Когти выпускает Ну все Все Покормили уже тебя Да, теперь можно кусаться Ам Он же ж порода Красивый 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 Ну все Все Не трогай Все, Лёлик Спокойного тебе дня Вот такой вот Агрегат Для создания Моего любимого Напитка Латэ Включаю Он полуавтомат Здесь ручка С ковшиком Снимается Насыпается кофе Тут сбивается Молочко Пар регулируется Здесь Жду, пока засветится Зелёная кнопочка Фонарик Переходим сюда Это наливается кофе Переключаю сюда Пойдет пара Из этого носика Буду пить латэшечку Сыпала Такой штукой Притрамбовала Специальной Мой латэ Готов Ну что ж Вот она Я с новой Прической Еще не Расчесана Буду пить В свой Вкусный Латэ Как это Вкусно Так Сегодня В планах Отправить Четыре Небольших Картин И одну Большую И я вам покажу Какие Это будут Картины А хотите Я вам покажу Что я вижу Из своих Ок Вот что Видно Из наших Ок Огромные Деревья И на нас Падает Тень На наш Дом Полностью Падает Тень У нас Постоянно Темно Сейчас Горит Свет На кухне То есть Как бы Целый День У нас Свет Горит Из наших Ока Мы Наблюдаем Очень Много Чего Интересного Разных Контингентов Лазит И соседи Тоже У нас Разные Ну Как и В любом Мне кажется Районе Классика Жанра Алкоголики Наркоманы Сыруны С цигуны Под деревьями Все Как обычно Спросите Как чистить Этот Агрегат От Накипи Я вам Отвечу Вот Есть Такая Штука Специальная Которая Специально Для Этих Машин Для Кофе Машин Которая Чистит От Накипи Воду Ну Весь Там Фильтр Что Там Еще Есть Короче Всю Вот Эту Систему Через Которую Проходит Вода И Пар Инструкция Тут Есть Все Написано А такие Вот Штукенция Как чаник Вот Этот Горязнючий Который Нужно Тоже Почистить От Накипи Я Лимонной Кислотой И То Когда Вода Закипит Пройдет Минута И Засыпаю Лимонную Кислоту Чтобы Не Повредить Сам Чаник И Он Не Начал Протекать А то Некоторые Дело Делают Так Пишут Советуют Что Уксус Лимонную Кислоту Наливают И Кипятят Чаник А потом Бас Чего-то Он Потек Потому Что Не Надо Было С Этим Всем Кипятить После Того Как чаник Закипел Тогда Уже Насыпать Лимонную Кислоту Такой Грязный Я Тебе Тут Снимаю Кошмар Почистить Надо Тобой Заняться Дружок Скоро Занюсь Картины Которые Сегодня Я Отправляю Вот Они Красавцы Такие Вообще Красивенные Картины Отправляются Сегодня В Ивано-Франковск Супер Как Они Мне Нравятся Вообще Лаванда Лавандовое Поле С Таким Красивым Небом Синие Цветочки Еще Одни Синие Полевые Цветочки В Корзине Вот Во что Мы Будем Упаковывать Картины Сначала Вот Эта Пленка С Пузырячками С Пузырячками И Потом Картонка И Отправляем Вот Упаковали По две Картины Каждая Теперь Будем Это Все Аккуратно В Картонку Все Посылочка Собрано Все Чинно И Благородно Картины Надежно Упакованы И Отправляются В Ивано-Франковск Пани Марти Еще Одна Картина Отправляется Сегодня Новому Своему Хозяину Вот Такой Вот Замечательный Жираф В стиле Поп-арт Отправляется Светлане Винограденко Это Просто Моя Любовь Скажу Вам Честно Это Не Первый Мой Жираф Но Он Настолько Мне Понравился Что Я Решила Написать Еще Такой Жираф Нам И С Этой Картины Именно С Этим Жирафом Я Брала Участие В конкурсе Вау Арт И Мы Стали С этим Жирафом Победителем То есть Заняли Первое Место Ура Поэтому Этот Жираф Для меня Очень Значимый Он Означает Победа Очень Красивый Очень Милый Жираф Эти Глазены Посмотрите Эти глаза Вот Уже Подпись Стоит Для Светланы С Любовью Ока Я Рада Что Именно К Ней Отправляется Эта Картина Так Светлана Винограденко Стала Свидетелем Моего Роста Как Художника Например Из самых Начал Моей Художественной Деятельности Моего Творчества На самом деле Светлана Винограденко Очень Много Добрых Делает В своей Жизни Это Замечательный Человек Светланочка Пусть у вас Все будет Хорошо И замечательно И все планы Пусть Осуществляются Все цели Достигаются Ваши И пусть Этот замечательный Жираф Приносит Вам Радость Радует Ваш Глаз И приятную Атмосферу Создает В том Помещении В котором Он Будет Находиться Я стала Победителем Спасибо Вам Друзья И всем Кому Понравилась Моя Картина Всех Люблю Целую И очень Обнимаю Вас Спасибо Огромное Привет Друзья Сегодня Я Уже Помыла Голову И сегодня Ко мне Приезжают Мои Сестры Приезжают Ко мне На помощь С уборкой Ну как На помощь С уборкой Они будут Убирать В квартире А я буду Морально Их поддерживать За этим Всем Наблюдать Потому что Женей еще Нельзя Наверное Как Целый месяц Зато Больше Никаких Физических Нагрузок Поэтому Я буду Только Их Морально Поддерживать Я так рада Что у меня Есть Сестры Что они Приедут Что они Вот именно Такие Что они Всегда Спешат На помощь Такие Чипы Дэйл Спешат На помощь И помогут И в этом Случае Брать В квартире Так Девочки Красавицы Я первый раз После салона Сегодня Помыла голову И мне Нужно Тоже Навести На голове Красоту Как будто Я тоже Только Вышла Салона Вот Что Мне Посоветовали Там Приобрести Такая Вот Штука Вот так Правильно Ее Название Называется Такая Как Масло Но Это масло Не утяжеляет Волосы Они Делают Их Красивым Шелковистыми Послушными Легко Расчесываться Но Не нужно Мазать Именно Саму кожу Головую Только Волосы И После Этого Я Потом Уже На сухие Волосы Чтобы Создать Прическу Там Допустим Утюжком Высушите Волосы Там Прическу Себе Делайте Либо Феном Или Же Этой Плойкой То Вот Этой Штучкой Тоже Совсем Чуть Чуть Ее Надо Как мне Сказали Вообще Масипусенькую Крошечку Для фиксации Распределить Между пальчиками Потом Кончики Волос И Оно Тоже И Защищает Волосы И Держит Прическу Фиксирует Вашу Прическу И Ваши Волосы В целости И сохранности Это Маслица Тоже Защищает Ваши Волосы Возьмите Себе На заметку Спрашивайте В салонах Для Защиты Волос И Фиксации Вашей Прически Вот Моя Аленочка Твою Родная Сестричка Приехали Ко мне Мои сестры Мои феечки Помогают С уборкой Помогают Все делают Мои волшебницы Вот Алочка Тоже Помощница Вторая Девочки Все делают Сами Я Слежу Сижу За порядком Все что я могу Делать Вот Вся Моя Помощь Чесочка Новенькая Держится И Алене Субтитры 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 у меня по моему тут темно-бирюзовый есть выбираем краски и холсты столько холстов купили уже дома по приезду покажу какие именно краски и холсты зона для фотографий красивые цифры вообще класс и гортензия красиво ну вот друзья как и обещала сейчас я вам быстренько покажу что мы купили в художественном магазине акварель сразу скажу это не реклама это реальный магазин в котором я покупаю все материалы для творчества там более приемлемые цены и что мне нравится если вы не через интернет там покупаете а вот приезжайте к ним в художественный магазин там вам выдают такую вот карточку их и по этой карточке у вас от каждой покупки собираются бонусы и потом вы можете этими бонусами рассчитаться за какой-либо товар так что мы купили холсты такие вот большие разных размеров 30 на 50 40 на 65 большой такой 60 на 55 и здесь 40 на 60 и большие холсты теперь холсты поменьше но такие 20 на 25 и у меня уже на все эти холсты есть планы 3 холста 2 на 25 так этот холст 20 на 30 чеки тоже 20 на 30 25 на 35 очень сколько нас холстов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять холстов мне конечно намного нужно было больше холстов так как я планирую большой проект вот такие поролоновые ролики у меня один был но я его вовремя не помыла после акрила и он полностью засох так что за материалами всеми такими вот штуками поролоновыми за кисточками обязательно нужно хорошо следить чтоб они не портились купила еще такую верную кисть не таких уже это наверное четвертая по счету но такой у меня еще нет на более жесткая так уже ворсинка выпала более жесткая такая она мне тоже очень нужно для творчества я планирую с помощью этой кисточки написать одну картину а может и несколько ну короче она мне нужно что по краскам обязательно белая акриловая титановая краска тут миллиграмм 120 так как белая краска у нас везде она идет в каждой любой картине поэтому краски белой надо много и в этот раз я ее тоже докупила это титановая у титановой белой краски хорошее покрытие есть еще цинковая белая краска она такая более прозрачная турецкая блокит на у меня есть турецкая блокит на но каждой фирмы она почему-то по-разному выглядит немного другой оттенок бирюзовый у меня уже есть два бирюзовых цвета но они темнее это бирюзовые зеленые потом зеленый такой желто зеленый желто зеленый сажа газова короче это черный черный у меня есть черная краска но она с таким креплением серым она более такая черно-серая это вот сажа черная зеленый еще один зеленый темный так как выяснилось что темно-зеленого у меня нет и приходится смешивать краски разных цветов чтобы получить такой цвет акриловая краска она очень быстро сохнет еще вот такие красочки я купила это охра светлая одной фирмы rosa и тоже rosa cadmi желтый темный в итоге раз два три 4 5 6 7 8 8 красок я купила вот таких вот цветов у меня есть остатки других цветов красочек много ну как много относительно много вот так как на все не накупишься и это все у вышло по чеку кому интересно из украины тысяча восемьсот семьдесят четыре гривны вот эта вся прелесть чудесно сапарели ждите на моем канале скоро будут новые картины будут видео записаны в виде музыкального урока может некоторые видео как мастер-классы где я буду рассказывать показывать оговаривать что я делаю и такие как релакс видео где можно наблюдать расслабиться и смотреть как происходит процесс создания картины будут картины на тематику морскую будет море будут волны также картины с и рыбками будут будет море цветы будет море цветов то есть в планах на эти холсты меня цветы и море я уже себе выбрала несколько картин которые я хочу написать в первую очередь а так у меня около 30 картин голове которые я хочу написать и показать вам так что это вот такие вот мои покупки и как истинный художник я лучше куплю материалы для творчества чем что-то для себя вот честно вот так что ждите новые картины скоро будут на канале видео а также в инстаграме я буду выставлять фоточки этих картин и на фейсбуке тоже ну а собственно самой встречи встреча прошла очень хорошо с евгения и с ее дочкой дианы девочка занимается чтобы я правильно выговорила сейчас скажу таргетированной рекламой то есть она на этом знать это как реклама да по инстаграмм фейсбук вот эта вся история короче она на этом знаете и может мне в этом плане помочь вот прошлись по моему инстаграму конечно там все плохо и будем меня там инстаграм делать его как бизнес аккаунт заточенный конкретно под моё творчество то есть скорее всего у меня будет два инстаграма бизнес инстаграм мои картины фото красивые должны быть с моими картинами и искать потенциальных покупателей то есть целевую аудиторию а второй инстаграм не будет наверно личный инстаграм чтобы люди могли со мной познакомиться кто я что я чем дышу и ну как с личностью так и с художником что были со мной знакомы прошлись мы по моему каналу youtube здесь тоже такая вот печалька ну как правило youtube а должен быть какой-то контент конкретный а у меня такое все разношёрст на разноплановая много всего замешанной такой смешанная как я люблю вот смешанный стиль и я такая вся разноплановая тоже однообразная вот и я так и канал веду короче у меня все там и лепка и картины и влоги то есть я не могу так одну выбрать нишу и тип они для меня это скучно для меня это очень скучно мне нужно чтобы было разнообразие я хочу если мне то и то нравится если Если у меня это получается делать, то почему бы и нет? Может, я буду делать ремонт, переделать что-то, и тоже захочу это показать, как делает обыденный человек, а не профессионал, мастер какой-то узкопрофильный. И, в общем, что мы по моему каналу остановились, это то, что я буду дальше вести все разноплановое, разношерстное, подвязывать это все под себя, как под личность, и а-ля художник-блогер тогда, художник-влогер буду я, ну, так, Кученева арт и художник-влогер, ну, а что, а что тут такого? Будут люди знакомы со мной по моим видео, да, по моим влогам, и будут с моим творчеством знакомы, чтобы люди меня знали, что это за художник, кто я такой, да, может, картина красивая, а за этим стоит угрюмый художник, а тут они будут видеть, что я как бы позитивная вся такая, хорошая, несу добро, люди, ну, почему бы и нет, тут к ним загорел. Может, для кого-то это будет интересно, и будет тоже примером, что не надо зацикливаться на одном, нужно пробовать все, и смотреть, что у тебя получается лучше, к чему у тебя душа лучше, да, лежит, вот, чем ты хочешь заниматься, да, вообще, то есть развивать в себе таланты и пробовать все. У каждого человека заложен талант, просто есть нераскрытые таланты, которые люди не пробуют, не хотят, боятся попробовать, или в силу своей лени какой-то, да, ой, я не хочу, я не умею, и все там. А если есть у человека желание, он попробует, и ему понравится, то он будет в этом развиваться, он будет пробовать еще что-то другое. Вот мне это все интересно, я хочу, конечно же, попробовать как можно больше, да, и посмотреть, что у меня действительно лучше получается, и вас призываю к этому, развивайте свои таланты, пробуйте, пробуйте. Вот когда пишу я картины, такое ощущение, что я внутри как исцеляюсь, настолько меня это захватывает, настолько я ухожу в эти краски, в эту картину, что я оказываюсь вообще в другом каком-то параллельном мире, где есть только эта красота, да, и какая-то такая сказочная, приятная атмосфера. Еще отклонилась немного от темы, что дальше у нас по встрече, то есть мы пока на стадии, разработать нам надо стратегию и дальнейшие наши шаги действия. Ну что ж, друзья, подошла уже эта неделя к концу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, кому-то было это видео интересно, вы больше познакомились со мной, узнали меня больше как человека, чем я дышу, да, как проходит у меня, допустим, одна из недель поделилась вот с вами таким кусочком своей жизни. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне записывать такие влоги, до какого-то такого вот формата. И напишите, пожалуйста, свои замечания, что вам понравилось, что не понравилось, где-то, может, было затянуто, где-то перестало быть интересным, чтобы я учла в следующем видео. Это видео попадет в плейлист влоги недоблогеров. В описании под этим видео вы найдете перечень плейлистов, и вы можете посмотреть, выбрать для себя, который вам интересен, и там посмотреть видео. Ну вот, пожалуй, на этом все. Я вам всем желаю добра, тепла, любви, крепкого здоровья и процветания. Увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok